Меня зовут Александра. Я вам сегодня расскажу немного о ветеринарии, о поведении животных, о специфическом поведении животных, о наиболее часто распространенных причинах и обращениях в ветеринарную клинику. Я так подозреваю, что все собравшиеся точно имеют или планируют иметь животных. Чуть-чуть о ветеринарии. Мы на сегодняшний день лечим совершенно разных животных. Собственно, их достаточно большой диапазон. Среди них есть домашние животные, привычные нам, есть птицы, есть грызуны. И, собственно, по сравнению, например, с тем, когда я начинала работать в ветеринарной клинике, где находилась ветеринария тогда и где она находится сейчас, это просто какой-то космический прорыв. На сегодняшний день все больше и больше людей держит довольно специфических животных, не совсем привычных иногда для окружающих. В том числе это совсем экзотические животные, есть, ну, собственно, причем, наверное, как и подавляющее большинство врачей, я активно пропагандирую мысль о том, что дикие животные должны находиться в дикой природе, ни в коем случае не дома и, собственно, совершенно не умея обращаться с ними, как правило, их заводят в домашних условиях. Ну, на сегодняшний день ветеринария позволяет проводить, собственно, операции фактически у любого размера животного. И мы оперировали, ну, всяких разных пациентов в силу того, что я много лет проработала в ветеринарной клинике-центр на Цветном бульваре. Она находится в приятном соседстве с цирком, и к нам на прием поступали в бесконечном, конечно, количестве и цирковые животные, и животные из уголка Дурова. Собственно, как правило, все они страдают одной самой главной проблемой, это гиподинамия и все связанное с этим. Однако мы очень активно развиваемся и на сегодняшний день готовы помогать и таким животным в том числе. Это как раз пациент, я помню, когда позвонил директор клиники, я была ассистентом, была ночная смена, тогда все было скромно, работал один врач, один ассистент, врач пошел спать, и, собственно, ассистент не смел его будить по каким-то не очень срочным вопросам. И тут позвонили из цирка и сказали, что у них порезался слон, и вообще как-то он себя плохо чувствует, надо прийти его посмотреть. Ну, как-то, что делать? Я пошла его смотреть. Прихожу, стоит слон. Собственно, как его смотреть, никому не понятно. Вопрос, как бы, мне пришло в голову спросить, сколько ему лет. Мне ответили 25. То есть, как бы, не ему уже 25, не ему еще 25. То есть, 25, что с этим делать, тоже было непонятно. Осмотр слона на тот момент совершенно не удался, потому что своим хоботом он выпотрошил мне все карманы со всеми инструментами, которые я принесла. Но, тем не менее, все с ним было хорошо, и в дальнейшем мы даже как-то совместными усилиями рожали слоненка у этой слонихи из цирка. Сейчас они прекрасно существуют. Собственно, вот такие пациенты тоже бывают у нас на приеме. И, ну, на сегодняшний день метод диагностики ветеринарий, как я уже сказала, достаточно широкий. Мне кажется, никогда мы не поймем, как умудряются кошки заглатывать иглы. Если вы являетесь владельцем кошки, это опасная штука и очень часто встречаемая. Они умудряются ее проглотить, и мы находим их в желудке спокойно лежащими. Как они проходят все углы пищевода, остается загадкой. Нашими пациентами являются и змеи, и черепахи. И, собственно, на сегодняшний день такие сложные операции, как замена сустава искусственными имплантами у собак и у кошек, тоже является, в общем-то, практически нормой. Ну, то есть это, как бы, несколько из тех проблем, про которые мы с вами поговорим позже. Ну и, собственно, диагностические возможности клиник на сегодняшний день. И, собственно, параллельно со всеми этими космическими технологиями развивается еще одна такая очень правильная и хорошая штука, которая называется поведенческой медициной. Собственно, которая, мне кажется, нужно пропагандировать в каждой ветеринарной клинике и особое внимание уделять владельцам на первичном или там каких-то рядовых таких системных, не острых, не экстренных приемах. Собственно, два слова о том, про кого мы сегодня будем в основном с вами разговаривать. Это кошки и собаки. Собака произошла от волка, как всем известно. Собственно, вы знаете историю, как вообще, как происходило приручение, да? Это долгий многовековой процесс, когда собаку стали, ну, вернее, осознанно пытались использовать, собственно, в своих целях люди. На сегодняшний день, конечно, из того, что было изначально и того, что мы имеем сейчас, в общем, довольно широкий диапазон и довольно существенные изменения, которые, метаморфозы, которые произошли с этим местами несчастным волком. И кошка произошла от степного кота, как вы видите, не сильно видоизменившись. А как, ну, в смысле, как приручали кошку, знаете? Сама пришла. Собственно, кошек никто не приручал. Они пришли сами, потому что люди стали собирать какие-то съестные припасы, в том числе зерна. Там, где зерна, стали находиться мыши и крысы. Это, собственно, довольно удобный источник питания, в общем, за которым не надо долго бегать по лесам. И кошки начали кучковаться, собственно, вблизи жилища людей. И в отличие от большинства распространенных мифов о том, что кошка якобы живет сама по себе, ну, то есть это такое животное, которое, в общем-то, ни в ком не нуждается, ну, вообще не имеет ничего общего с реальностью, поскольку кошка – это самый социальный тип вообще. То есть по сравнению с собакой, это, ну, то есть на текущий момент просто собаку уже превратили в некого компаньона и такого существа, которое находится рядом с человеком, полностью ему предан. Но кошка при этом значимо более социальная. И даже в процессе своего развития, там, от котенка до взрослой кошки именно у кошек наиболее длительный период приходится на период социализации. То есть если у щенков это происходит до 2,5-3 месяцев, как правило, это тот срок, когда щенки находятся еще либо у заводчиков, либо вообще где-то, ну, то есть тогда, когда они наименее контактируют с людьми. И очень много проблем поведенческих в том числе часто связаны с тем, что вот в этом периоде там собаки не уделяли достаточного внимания. То у кошек, например, этот период длится до 6-7 месяцев. И они очень в значимо большем диапазоне социализируются во многих аспектах. Собственно, есть ряд базовых потребностей у животных, про которые мы местами довольно часто забываем. Ну, то есть такие простые вещи, как доступ к еде, воде, туалету, они отличаются для кошек и собак. И особенно если это совместное содержание, у кого есть, например, и кошка, и собака, ну, то есть ряд нюансов необходимо учитывать в том числе для того, чтобы удовлетворяя их какие-то насущные каждодневные потребности, мы таким образом ликвидировали часть проблем, связанных с их поведением в дальнейшем. В первую очередь еда. Если у вас по ходу будет возникать вопрос, можно их смело задавать. Собственно, довольно часто для владельцев является дилеммой, что правильнее и чем правильнее кормить домашней едой или кормами, можно ли их комбинировать, можно ли комбинировать различные фирмы, можно ли комбинировать влажный и сухой корм. Там, собственно, как правило, врачи пропагандируют питание кормами, причем определенных марок, причем, ну, то есть, собственно, там, те корма, которые содержат ветеринарные диеты. Поделюсь секретом просто потому, что так проще. С одной стороны. С другой стороны, удобно, когда владельцы используют линейку кормов, в котором содержатся ветеринарные диеты, по одной простой причине, что если вдруг животному становится хуже, он заболевает, его гораздо легче перевести в рамках одной кампании на лечебные корма. По-хорошему же, разница между кормами и обычной едой заключается в том, что, собственно, если вы принимаете решение кормить обычной едой, то вы обязуетесь сбалансировать эту самую еду. Ну, то есть, это должно быть определенное соотношение белка, углеводов и всего остального. И здесь, когда начинаются беседы на тему того, что собака – это хищник или кошка – это хищник, ну, как бы это такой хищник, который вместе, например, с поеданием мышки поедает весь ее кишечник, который очень богат клетчаткой практически всегда. Соответственно, можно ли комбинировать эти корма? Можно. Ну, в смысле, эти типы питания. Безусловно, можно. Единственное, что они должны разделяться во времени. То есть, нельзя смешать, нежелательно смешивать, собственно, корма вместе с гречневой кашей и мелко нарезанным кроликом. Собственно, можно разделить их в днях, в смысле, в течение дня, в приемах еды. Чего нельзя давать с домашнего стола животным – это жирные, острые продукты, такие как сыр, сметана, жирное молоко, которые, как правило, животные очень любят. Ну, просто потому что это вкусно. В общем, мы тоже с вами любим шоколадные торты, несмотря на то, что это не самая полезная еда в мире. И у животных просто более чувствительное пищеварение с точки зрения перевариваемости со стороны поджелудочной железы и желчного пузыря, и проблемы у них начинаются намного раньше, если это неограниченный доступ к такому не совсем правильному питанию. Можно вопрос? Да. Вы говорите, что не стоит смешивать корма с натуралкой. Например, если собака старая, она отказывается ей сухой корм, можно ли смешивать рис, гречку с консервами? Это одно и то же. В смысле, консервы… То консервы не считают… То есть вы имеете в виду сухой корм не смешивать с натуралкой? Да, смотрите, консервы. Если речь идет о консерве, в которой продается какое-то переработанное мясо, можно. Если это консерва из разряда сбалансированных кормов, то это не очень желательно, и тогда лучше обойтись консервой. Как правило, почему не обходится консервой? Потому что это достаточно дорого. Просто каждый день, особенно если это собака крупная, каждый день кормить ее консервами – достаточно убыточное мероприятие. В этом случае можно его либо заменить мясом, то есть если она, например, охотно ест рис, гречку, например, с мясом, то можно просто перейти на обычное питание в таком формате. У меня тоже вопрос. А почему нельзя вместе с сушкой давать обычную еду? Потому что, как правило, любой, даже самый простой корм сбалансирован по основным показателям жиры, белки и углеводы. То есть добавляя туда любой из компонентов, мы в любом случае сдвигаем основной баланс. Если это делать постоянно, то есть проблема не случится сразу завтра. Сегодня покормили, завтра заболели. Но со временем, с течением нескольких месяцев, так или иначе начинают проявляться проблемы с пищеварением. По сути, проблемы с пищеварением – наиболее частая причина обращения с животными. Рвота натощак, рвота после еды, периодические диареи, вздутие живота и огромное количество каких-то там совсем каких-то редких, да очень частых проявлений проблем с пищеварением является причиной обращения в клинику. Как правило, долгая-долгая беседа с владельцем, выявление всех компонентов питания и приведение в какой-то порядок чаще всего решает это без применения лекарственных препаратов, каких-то сумасшедших методов диагностики и всего остального. Вода. Без воды никак нельзя. Если у нас есть кошка, то у кошек есть определенные особенности. Они не пьют там, где едят. Так сложилось исторически. Собственно, кошка будет вынуждена пить там, где она ест, если у нее нет других источников жидкости, но она будет пить больше и охотнее, если миски с едой стоят в нескольких местах дома. Причем это должно быть не проходное место, то есть не посреди коридора, там, где она может сесть и спокойно попить воды. Они гораздо охотнее пьют воду из каких-то искусственных или естественных источников. То есть у кого-то кошка пьет из-под крана, и владелец это знает, открывает кран, кошка садится и пьет. Очень сильно помогают вот такие вот фонтанчики, которые можно там устанавливать дома. Кошка пьет только из полных мисок свежую воду. То есть не потому, что она какая-то сильно аристократичная, а просто потому, что она не видит у себя, в смысле видит только у себя строго под носом. То есть если вы, может быть, обращали внимание, если в миске, например, половинка воды, то кошка начинает пить ее лапами. Ну, то есть это не потому, что у нее такое развлечение, а потому, что она просто действительно не видит там уровень жидкости и его количество, чтобы его пить. Почему этому стоит уделять внимание? То есть, условно, у меня кошка там жила 11 лет, как-то там пила возле того места, где ела, и, собственно, все с этим было нормально. Кошки априори, можно сказать, дегидратированные животные, и в случае, если они заболевают и чувствуют себя плохо, то они, как правило, начинают пить еще меньше. Плюс есть печальная статистика, почти 70% кошек умирает от почной недостаточности. И почная недостаточность формируется как раз в том числе в результате недостатка жидкости. Именно поэтому кошки нуждаются в плановой диспансеризации с определенного возраста. Именно поэтому нужно уделять больше внимания тому, сколько и как часто кошка пьет. Есть противоположность, когда кошка начинает пить очень много. И кошка, и собака просто кошке чаще. Почему так случается? Потому что чаще всего это связано с психогенной жаждой, если это не связано со здоровьем, как, например, при любом типе хронического отравления, в том числе при почной недостаточности, каких-то печеночных проблемах, когда просто развивается интоксикация, и включается на каком-то этапе защитная реакция организма, когда животное потребляет очень много жидкости и почти столько же выписывает. То есть мы диагностируем полиуре и полидепси, то есть повышенное потребление жидкости и повышенную ее отдачу. Психогенная жажда очень часто связана с какими-то внешними факторами. Они могут быть не связаны с хозяевами. Это может быть, например, для кошки, это может быть ремонт у соседей. Они очень болезненно могут переносить, и в том числе это может сильно влиять на поведение, то есть до мечения в неположенных местах и проявление такого типа психогенной жажды. Есть какая-то норма на килограмм веса? Да, есть норма на килограмм веса. Собственно, это как раз когда вы приходите к врачу, то он оценивает степень водного баланса организма как раз исходя из его весовой категории. Примерно это от 20 до 60 миллилитров на килограмм в сутки. И возмещаем мы из этих же соображений, если животное теряет. То есть дома мы не отмеряем в миллилитрах, то есть выпил свое и гуляй. Мы просто ставим миски и следим за тем, чтобы они были со свежей водой и постоянно полной. Поить ли их водой из-под крана, фильтрованной, бутилированной водой, по сути, имеет вообще значение так же, как и для человека, только в одном, наверное, если можно так выразиться, показателе. То есть фильтры не спасают от такой проблемы, как лямблии. То есть через фильтрованную воду дома можно заразиться геордиазом, это называется, то есть это простейшие организмы, которые вызывают диарею. Ну, собственно, у здорового человека среднего возраста с нормальным иммунитетом это сделать фактически невозможно. Чаще тому подвержены, как правило, либо иммуносупрессированные, либо дети и котята, либо пожилые животные, пожилые люди. В остальном, в принципе, значения не имеет, будет ли кошка пить воду из бутылки или кипяченую воду? Можно вопрос? Вот у меня у собаки атопический дерматит, и ей сказали, давай только фильтрованную воду, мы специально покупаем отдельно фильтрованную воду. Это, получается, не имеет смысла, да? Если вы ее покупаете, то она уже очищенная. Ну, то есть, а если она в фильтре, вот дома, в котором фильтры устанавливаются, то через эти фильтры, как раз они не защищают от лямблии, они достаточно малюсенькие штуки, которые проникают через фильтры. Поэтому, если вы ее покупаете, то подходит. В том, что, если она будет пить с крана, она будет чесаться, или вот смысл этого назначения тогда? Для меня это загадка, честно сказать. Атопический дерматит точно совершенно не связан с водой, и аллергии на воду, по-моему, еще ни у кого не было установлено. Ну, не могу ответить. Может быть, это просто не связано с диагнозом атопический дерматит, это было в качестве рекомендации, что лучше поить фильтрованной водой. Ну, это, во всяком случае, как-то поддается логике. Туалет. Собственно, туалет отличен, естественно, для кошек и собак. Кошки ходят в туалет дома. Как правило, это мега чистоплотные животные. Собственно, если кошка ходит в туалет не там или не так, значит, этому есть причина. Ну, то есть как-то надо там смириться с мыслью и забыть о том, что кошка что-то делает специально, чтобы вам навредить, кому-то навредить. Ну, равно как и собака. Собственно, это животные изначально совершенно не ориентированы на деструктивное поведение. И оно у них связано всегда исключительно с тем, что есть какая-то проблема извне. Ну, то есть, что должно быть в норме. У кошки должен быть достаточный по размеру лоток, потому что я сейчас приехала на вызов. Ну, в ряде случаев иногда невозможно разобраться с причиной, особенно поведенческой, если не видишь, как это происходит в обычном обитании животного. Собственно, проблема заключалась в том, что купили котенка за какие-то там сумасшедшие деньги какого-то там высокопородного. И прилетел он из Хабаровска в Москву. Ну, то есть, все это было достаточно сложно, долго, дорого, проблематично. И встал вопрос о том, чтобы возвращать котенка обратно и возвращать деньги. И нужно было заключение, в том числе, врача, о том, что он там не такой. Основная причина была на то, что он писает вообще везде, где только можно, совершенно непослушный, применялся метод газеты, в общем-то, по старинке, такой, передаваемый из поколения в поколение, не помогает. Ну, то есть, они приехали на прием в клинику, долго пытались выяснить, что и как, и вроде бы, то есть, туалет есть, там, сбортики нормальные, нормальные, наполнитель нормальный, нормальный, ну, то есть, как-то, какие-то неочевидные, в смысле, очевидных причин не могли найти. Приехала на вызов, собственно, и у нас, у коллеги, тоже занимается поведенческой медициной, был аналогичный случай, когда у котенка, по сути, туалет стоит в коридоре, ну, то есть, вот для того, чтобы куда-то пройти, нужно пройти через коридор, ну, то есть, здесь стоит лоток для котенка, котенок, ну, можете себе представить, да, жил себе, прекрасно жил там, рядом с мамой, где-то там, в питомнике, в тех условиях, в которых он родился и просуществовал там, два-три месяца, тут его, собственно, обычно еще заводчики кастрируют в таком возрасте, чтобы там, исключить разведение, вакцинируют, засовывают в самолет, куда-то везут, он там, куда-то путешествует, привозят в какой-то чужой дом и ставят туалет в просто самопроходном месте. Он просто боялся туда идти и, собственно, ну, как бы, хозяйку, в общем-то, это объяснение совершенно не удовлетворило. Она говорит, ну, то есть, мы пытались объяснить, что, в общем, кошку очень легко приучить к туалету, ну, то есть, вот вообще проще и вообще ничего нет. и, ну, собственно, был с собой наполнитель, насыпали его в лоток, поскребли пальцем, котенок очень быстро среагировал, прибежал, ну, в смысле, переставив изначально лоток в туалет, поскребли пальцем, котенок прибежал, то есть, ну, как-то заинтересовался, залез в лоток, что-то там порылся, сел, пописал. Ну, то есть, собственно, стоит хозяйка, все это наблюдает, ну, и сидит Мила и говорит, ну, что, ну, теперь покакай. Ну, то есть, котенок там посидел-посидел, покрутился-покрутился и покакал. Ну, то есть, у хозяйки вообще вот такие вот глаза. Мила поднимает и говорит, ну, вообще-то я пять лет в институте училась. У нас вообще там все пять лет фактически только этому и учат. Ну, то есть, это к вопросу о том, что туалет должен располагаться в соответствующем месте. Если он стоит в том месте, где может внезапно заработать стиральная машинка, включиться вода, ну, то есть, это просто пугает животное, особенно, если вы его только принесли. Для котят, например, не очень здорово ставить вот такие вот закрытые туалеты, просто потому что они, а, могут туда не запрыгнуть в силу своего размера и не справиться и испугаться вот этой вот дверцы. И вот, ну, как, вот эти вот туалеты наверху, они в какой-то момент прям были очень модными и было очень много проблем с ними. У некоторых из них, не помню, какой фирмы, есть функция, когда кошка встает, там открывается такая дырочка, куда ссыпается, ну, как бы использованный наполнитель, дабы избежать запаха. Ну, то есть, а кошка очень часто может еще потоптаться по туалету, прежде чем она вообще куда-то оттуда двинется. Ну, и, собственно, это вызывало, мягко говоря, шок у кошки, которая там только привстала на лапах, тут что-то раздвигается, начинает шуршать, шипеть, то есть она выскакивает с этого туалета с квадратными глазами, ну, и, в общем, не складывалась, в общем, с ним. Что касается собак, у нас как-то принято считать, что вывели маленьких собачек специально для того, чтобы с ними не гулять. Это неправда, и, собственно, так быть не должно, и это как раз удовлетворение каких-то совсем простейших базовых потребностей собаки. Собак должна гулять, даже маленькая, даже вот эта вот дефективная недособака, она все равно должна гулять. Собственно, я являюсь счастливым владельцем примерно такой же. Когда-то в ветеринарную клинику привезли очень красивого той терьера, который уже там начинал рожать, и владельцы попросили, собственно, удалить ей все и всех усыпить. Они, ну, как бы, это доношенные, здоровые, нормальные щенки. Собственно, при вопросе, почему нужно так сделать, они скажут, что у них какая-то неплановая веска, какой-то там у них йорк приблудился, собственно, а это вот у них чистокровный той, и поэтому никак нельзя их там оставлять. Мы, конечно же, осталили всех, собственно, стали счастливыми обладателями четырех недотоев, недоёрков. Я честно, ну, как бы, трех там разобрали врачи, я честно своего пыталась пристроить. Я дарила его свекрови, я его там кому-то отвозила, ну, то есть, четыре попытки его пристроить не увенчались успехом, так он и остался у меня. И, собственно, ну, то есть, как бы точно могу сказать, что это те собаки, которые гуляют. у них есть точно такая же потребность в этом, можно приучить ходить его в туалет дома, ну, например, он сильно мерзнет зимой, и он там может ходить и на пелёнку, но и при этом всё равно гулять. И, собственно, часто удивляется, что, в общем, купили всякие разные такие коврики, сейчас очень модные, там, зелёные газончики, а собака радостно при этом писает вот на такой чудесный коврик злоденьё. И, ну, то есть, это является проблемой, в ряде случаев люди обращаются в клинику с целью усыпить собаку, просто потому, что она испортила все ковры дома, не знает, что с этим делать. И, ну, собственно, здесь помогает самая простая вещь, это прогулки с собакой. То есть, если там, поначалу это, безусловно, сложно, это там прогулки несколько раз в день с постепенным приучением к тем местам, в которых она может ходить дома. Ну, и в том числе всяческие приспособления со столбиками для кобелей, со стенками, ну, тоже решают частично эту проблему. Ну, собственно, еще разочек резюмируем, то есть, для собак это прогулки, мы избегаем резкого шума, резкого перемена ситуации вместо выгула или лотка. Ну, то есть, если это собака, которую мы приучаем заново, или это щенок, с которым мы только начинаем взаимодействовать, обычно, то есть, все начитаются там интернет-заметок, и это происходит примерно так, когда ты спрашиваешь владельца. Ну, вот он присел, я ему говорю, ой, молодец, молодец, молодец. Ну, то есть, собака вскакивает, начинает куда-то бежать, ну, как бы не очень понимая, вообще, что случилось, когда она там присела пописать. Ну, то есть, этого делать не надо, похвалить можно сразу после. Сразу после дать лакомство, похвалить, ну, как-то для каждой собаки какая-то своя история. Ну, с кошками тем более, то есть, это более стрессовые животные, для которых неприемлемо вообще такое поведение. Ну, собственно, не взаимодействовать с животными в момент, в общем, самого святого. Это там тихое, укромное место, но легко доступное для кошек, лоток с низкими бортиками по возможности, ну, и наполнитель без резких запахов. А что, как разумевается под низкими бортиками? Ну, в смысле, это имеет, ну, как бы здесь в большей степени, наверное, относится к животным либо очень маленьким и молодым котятам, либо пожилым, потому что нормальный бортик это 5-7 сантиметров, то есть, даже кошка с ортопедическими проблемами способна его перешагнуть и сходить в туалет. Если он выше или это закрытый домик, а кошке при этом там 12 лет и у нее больные тазобедренные суставы, она просто не способна зайти внутрь и будет ходить, например, писать, как-то там, рядом с этим лотком не потому, что она вот решила вам испортить жизнь, а просто потому, что она не может туда забраться вовнутрь. Если все-таки такое случается с животными, то вообще мало средств, которые способны ситуационно что-то изменить. То есть, нужно понять, наверное, почему происходит то, что кошка начала писать вам на кровати. Это случается, как правило, при недостатке внимания. Мы чуть позже про это поговорим. Но если такое случается, то, в общем, наиболее эффективными являются ферментные очистители запахов. Сейчас в достаточно большом количестве продаются в зоомагазинах. Еще, если это место где-то на полу, туда можно переставлять миски с едой или водой. Это ограничение доступа в это место, например, если, к примеру, она ходит на коврик в ванной или собака, или кошка. А может, он потом другое место найдет, которое ты не сразу найдешь? Если не найти причину, почему собака или кошка так делают, повторюсь, точно не для того, чтобы навредить кому-то из членов семьи. Этому есть причина. Эту причину нужно найти. Найти ее, как правило, достаточно легко. Просто нужно чуть-чуть больше в этом покопаться. И однозначно нельзя наказывать. Собственно, у собак это формирует страх перед хозяином. То есть здесь, это знаете, как в этом варианте, когда в Советском Союзе алкоголиков пытались лечить трихополом. То есть это препарат, несовместимый с алкоголем, он вызывает токсический эффект, прям вот, ну, как бы резкое отравление. И алкоголиков, которых вынуждены, там, собственно, клали на лечение, к ним приходили медсестры, которые пичкали их этим трихополом. Так вот, у ряда из них рвота развивалась при виде медсестер. Здесь примерно такая же ситуация. То есть, ну, как бы ни газеты, ни там, ни шлейки, ни поводки, они будут формировать только страх перед хозяином, потому что никакой другой причины следственной связи у них не выстраивается. И дальше, собственно, зависит от того, какое это животное и, ну, как бы, какой темперамент. Да, у кого-то это может вылиться просто в какой-то панический страх, когда вы идете по улице, там, я не знаю, резкое движение сделали, а собака там прижимается к асфальту. А у кого-то это может перейти в агрессию. Собственно, какие еще причины могут быть того, что, ну, объективны, того, что кошка метит или собака. Безусловно, это период полового созревания. То есть, и здесь, ну, как врач могу вам рассказать, что это самая острая дилемма в семье кастрировать или не кастрировать. То есть, как правило, ярыми противниками кастрации являются мужчины, то есть, считающие, что как вообще просто невозможно допустить это. То есть, собственно, я лично переживала это со своим мужем, объяснить я ему не смогла. Поэтому я просто пошла и кастрировала и кота, и собаку. Ну, то есть, не разговаривали мы, по-моему, месяца три после этого. Но, тем не менее, да, то есть, как правило, с кошками все решается в мгновение улока. Как только происходит половое созревание, кошка начинает метить, запах в квартире такой, приходят все. Все на все согласны, все кастрируют. И у собак несколько иначе. Можно ли обойтись без кастрации? Можно. Может ли быть здоровым животное, которое не кастрировано? Может. Просто в статистических данных это очень небольшой процент тех животных, которые доживают свой век, и, собственно, проблем вот в этой части у них не случится. Собственно, какие проблемы? Возвращаясь к тому, что еще может влечь за собой метчиня, это, в первую очередь, захват территории, причем очень часто там кот не кастрированный, и его не кастрировали, потому что он не метит, и ему там 2-3-4 года, и тут он внезапно начинает метить. Чаще всего это случается, потому что он начинает ограничивать свою территорию. Причинами это может быть новый член семьи, новое животное, в том числе на площадке или этажом выше или ниже. Ну, то есть, собственно, для кота это достаточный повод для того, чтобы, в общем-то, всем продемонстрировать, кто здесь главный. И, ну, еще нужно учитывать, что есть такая не очень приятная вещь, где-то в процентах в пяти, ну, в семи где-то в среднем случаев кастрация не помогает, и животные могут продолжать метить. Это может быть, причинами такого метчиня может быть цистит, в том числе у кошек идиопатический. Ну, то есть, кошки, в принципе, животные вообще с другой галактики. У них есть такая штука, как идиопатический цистит, то есть цистит, сформированный на фоне стресса. И пока в ряде случаев мы угадаем этот стресс, ну, то есть пройдет еще какое-то количество времени. При этом это, там, более частая мочеиспускание, но без болезненных позывов, без, там, капель крови, как мы обычно, там, например, считаем при классических циститах или там циститах при мочекаменных заболеваниях. Это могут быть как раз проблемы с предстательной железой у кобелей, когда это собаки в возрасте 5, 7, 8, 10 лет. Собственно, с возрастом в силу, ну, то есть, как бы для тех ярых сторонников того, чтобы не кастрировать животных, в общем, в ряде случаев аргументом является то, что ему необходимо обеспечить тогда нормальное функционирование предстательной железы. А это значит регулярные вязки. А регулярные вязки значит, ну, собственно, это половое поведение собаки и, ну, как бы в промежутках между этими этапами. И иногда для этих целей используются домашние игрушки, в общем-то, ноги хозяев и так далее. И все равно это не защищает от того, что у собаки развивается, у кобелей развивается гиперплазия предстательной железы. Она механически передавливает с одной стороны уретро, с другой стороны прямую кишку, формирует на старте, собственно, проблемы, схожие с циститом. Они могут быть ярко выраженными и тогда с этим обращаются в клинику. А могут быть не ярко выраженные владельцы, может этого не замечать. И, собственно, ну, просто потому, что это кобель, который очень часто писает и так, потому что бегает по территории и метит. И, ну, со временем развивается довольно тяжелая патология. Называется она промежностная грыжа, когда предстательная железа увеличивается настолько, что передавливает и прямую кишку, и, собственно, так, фактически уретру. И тогда это уже, конечно, не просто кастрация, это достаточно обширная операция и полостная, и наружная, ну, чего, конечно, можно избежать, просто кастрировав собаку в раннем возрасте. И, как я уже говорила, это может быть привлечением внимания. То есть обычно, ну, самые яркие примеры, наверное, кот был либо у девушки, либо у молодого человека, который в какой-то момент жизни обзаводится парой, и, в общем, кошка может быть не сильно этому рада. Несильно этому рада просто в силу недостатка внимания. И в этом случае он вот таким вот образом будет, или он, или она, неважно, кот это или кошка, будет завоевывать это внимание. Собственно, это может быть при появлении ребенка в семье, потому что, ну, я два слова скажу, тоже про детей и животных, то есть, в общем, это не самое радужное для животных состояние, наличие ребенка в семье. Возвращаемся к базовым потребностям. То есть у нас есть еще некоторые, которые мы, заводя животное, обязуемся обеспечить. Это свобода от болезней. Ну, то есть мы ее обеспечиваем посредством вакцинации, дегилимитизации, обработок от блох и клещей. Про кастрацию мы с вами немножко поговорили. И, собственно, диспансеризация. А вакцинация к домашним котам тоже нужна обязательно? Да, сейчас расскажу. Собственно, вакцинация. Вакцинация проводится один раз в год, ну, то есть после раннего возраста, когда идет серия вакцинаций. Согласно схеме того производителя, чьей вакциной вы пользуетесь. При этом вакцина может меняться. В смысле, от вакцинации к вакцинации нет никакой цели искать ровно ту вакцину, которую вы прививались в прошлый раз. Они примерно все одинаковые. Везде используется один и тот же адъювант. Ну, единственное, что сейчас компания Берингер-Ангельхайм, собственно, озадачилась разработкой вакцины с другим адъювантом исключительно для кошек, поскольку для кошек инъекции являются огромной проблемой. У кошек развивается такая страшная патология, как постинъекционная саркома. То есть на месте введения... Сначала думали, что только от вакцин. Такое бывает. Сейчас уже установлено, что, в принципе, от любых долго рассасывающихся препаратов, например, антибиотики пролонгированного действия, которые действуют в течение нескольких дней, и вакцины, в частности, ряд других препаратов, в 10% случаев вызывают у кошек саркому. Саркома — это злокачественное образование, тяжело оперирующееся, тяжело лечащееся. И, собственно, исходя из этого, вы как владелец, а, обязаны об этом знать, вы имеете совершенно точно полное право требовать предотвращения возможного осложнения в связи с вакцинациями. То есть, что нужно знать про вакцины? По своему действию вакцина... То есть, что вы обязаны делать как гражданин Российской Федерации? Вы обязаны вакцинировать животное от бешенства один раз в году. При этом вакцина действует в течение трех лет. Ну, то есть, собственно, по аннотации к вакцине, если открыть, собственно, аннотацию производителя, то срок действия этой вакцины в течение трех лет. Но, согласно нашему законодательству, вы обязаны вакцинировать животных один раз в году. Кошек, живущих дома, вакцинировать надо, исходя из соображений, что вы можете забирать его на дачу, и он может падать из окон. То есть, есть две причины, по которым есть вероятность заражения бешенством. Бешенство — это не где-то там, в далеких жарких странах, таких, как Таиланд, например, который занимает первое место по, собственно, заболеваемости, бешенством. У нас на сегодняшний день закрыты все районы города Москвы на карантин по бешенству. Это заболевание, которое не лечится до сих пор. Это заболевание, которое плохо диагностируется. И, собственно, все те истории, которые, я не знаю, может быть, только у нас в ветеринарных вузах, спонсировали этими богатыми картинками. Ну, то есть, собак, истекающих слюной, бросающихся, мы уже, как правило, не встречаем. То есть, иногда достаточно просто какого-то, не знаю, типичного вида зрачков для того, чтобы заподозрить бешенство. То есть, вот в его прям совсем классической форме, я уже не помню, когда последний раз, ну, собственно, из тех случаев, которые освещаются, мы видели. То есть, заболевание тяжелое, люди от него умирают. Собственно, у нас источниками заражения являются енотовидные собаки, лисы, ежи, мыши, бездомные собаки, безусловно. И, собственно, исходя из этого, от бешенства имеет смысл точно совершенно прививаться. Привив от бешенства собаку или кошку, она защищена 100%. И, ну, собственно, в своей практике, у меня, например, было 4 раз, когда мы диагностировали бешенство. И, собственно, довольно часто, не часто, в 100% случаев, это одна и та же красивая история. То есть, собака, которая объездила 5-7 клиник, кто только не поковырялся у нее во рту, кто только не... Ну, собственно, о бешенстве передается через слюну, вирус бешенства, и через мацерированную поверхность кожи. Ну, то есть, есть какие-то надрезы, царапины, то есть, чтобы вирус куда-то попал. Чем ближе к голове он попадает, тем быстрее развиваются клинические признаки. Спасти человека можно только тогда, когда мы успеваем провести глобалинизацию до наступления клинических признаков. Если мы не успеваем в этот промежуток жизни, нам, например, в Академии показывают жуткую серию фильмов, как умирают люди от бешенства. По сути, человек просто приковывает к кровати, потому что он не может ни есть, ни пить, и, соответственно, не может адекватно реагировать, и ждут, пока он умрет. Собственно, из тех животных, которые были лично у меня на приеме, ну, то есть, там, ассистент из терапевтического отделения приходит и показывает, «Доктор, вы не посмотрите снимочек?» Я работала хирургом. Собственно, я думаю, как-то странно умудрились собаку положить, что у нее рот открыт. Ну, то есть, говорю, «Она у вас в наркозе, что ли?» «Нет, не в наркозе». Я говорю, «А что, рот открыт?» «А он у нее не закрывается». Я говорю, «А собачка откуда?» «Из Щелковского района». «А где живет?» «У нее в загородном доме живет». Ну, собственно, вот чем-то она там подавилась, поперхнулась, они там уже поковырялись во рту, были без перчаток. Ну, то есть, собственно, как бы, я влез с главным врачом в клинике им запретила вообще к ним подходить. Собственно, владельцев посадили в кабинет, доктора нарядили в полное обмундирование защитной экипировки при работе с особо опасными инфекциями. И мы, наверное, полночи бились с владельцами на тему того, что собаку необходимо отправить в СББЖ на карантин. Причем карантин – это ужасная штука. По сути, это государственная организация, в которой собаку 10 дней или кошку 10 дней держат, не знаю, в лучшем случае с какой-то едой, какой-то водой, и ждут, по сути, умрет она или не умрет. Собственно, если она умрет, делают скрытие головного мозга и подтверждают это единственный способ диагностики бешенства на сегодняшний день. Если она не умирает, то ее отпускают обратно домой с тем, что она как бы не больная. Владельцам мы уговорили через много-много часов. То есть, собственно, история была, в общем-то, со счастливым концом, и они приехали где-то через несколько месяцев в клинику с благодарностью, потому что все успели... Ну, бешенство подтвердилось. Собака погибла на третьи сутки. Подтвердилось бешенство. Ну, то есть, задача при этом врачей и администрации клиники провести перепись всех, кто находился в этот момент в клинике, с паспортными данными, оповестить все соответствующие санэпидемстанции по районам, вас вызывают на вынужденную вакцинацию. То есть, все, в общем, не здорово. Поэтому бешенство – это правда серьезно и правда страшно. Поэтому прививать имеет смысл. Что касается вакцинации именно у кошек. Вакцинация у всех. Вакцина перед тем, как вводится в организм, должна быть согрета до комнатной температуры. То есть, как правило, ее приносят, вытащив из холодильника, доктор в своих руках, у вас на глазах, должен ее какое-то время погреть, собственно, до уровня комнатной температуры, температуры тела. Бешенство и вирусные инфекции ни в коем случае нельзя смешивать в одном флаконе. Для вирусной инфекции, это обычно леофилизированный порошок, есть специальный растворитель, который идет в обязательном порядке в каждом комплекте вакцин. Вводятся они строго в разные места. Для кошек на сегодняшний день есть всемирная рекомендация в САВА, как вакцинировать кошек. Вообще нужно забыть для всех на свете уколов место между лопатками. То, о чем знают абсолютно все владельцы, к сожалению, подавляющее большинство врачей. Почему нельзя водить между лопатками? Потому что там находится очень большое количество подкожной клетчатки. То есть, если вы возьмете за шкерочку, там всегда много места. Там находится большое количество подкожной клетчатки, и там находится большое количество фасций. Это плотные такие оболочки, которые покрывают мышцы. Если вы попадаете иглой, а, в общем, там сложно угадать, куда попадаете, под нее, то препарат вообще не всосется, а в ряде случаев вызывает воспаление. Плюс в результате богатства тканей, если там начинает что-то образовываться, вы, к сожалению, сможете заметить это на достаточно поздних стадиях, когда уже сформировано новообразование. Поэтому и колоть любые препараты, и уж в том числе вакцины, можно только в область подлопаточную и бедренную. Причем для кошек сейчас есть инструкция, как колоть. То есть в левую лопатку кольца вирусной болезни, в правую бедро кольца бешенства. Наверное, немного ваша кирую, но делается только с одной целью. Если развивается поствакцинальная саркома у кошки, и она диагностируется, например, на поздних стадиях, то в этом случае можно отрезать конечности, сохранить жизнь. То есть, собственно, на мой взгляд, это вещи, которые точно нужно знать каждому владельцу. Этого можно избежать, если вакцина согрета до комнатной температуры или температуры тела, введена в разные места, тогда концентрация адювант меньше на квадратный сантиметр, она легче рассасывается, и вы следите за местом инъекции, то есть в течение хотя бы ближайшего месяца. Если он полностью рассосался, значит, все отлично. Если он рассосался не полностью, значит, мы идем в ветеринальную клинику и боремся с этой штукой. Соответственно, кратность введения раз в год во взрослом состоянии фирма-производителя значения не имеет. И существует еще вакцинация от лишая лейкоза и же с ними. Нужны они или нет? Ну, как бы от лейкоза, да, это защищает, но защищает кошек в том случае, если это содержание нескольких кошек в одном помещении. Если у вас 5, 7, 6, 2, 3 кошки, то имеет смысл их вакцинировать от лейкоза. Вакцинация от лишая неэффективна ни при диагнозе лишая, ни в целью его профилактики. Ни одна из вакцин от лишая неэффективна. И, ну, соответственно, для кошек нужно запомнить одно золотое правило. Чем меньше уколов, тем здоровее кошка. 90% препаратов можно назначить в виде таблеток, суспензий, свечей, чего-то еще, но не уколов. Поэтому, собственно, это точно совершенно можно требовать от любого врача. Есть альтернативные препараты, в том числе среди медицинских препаратов, среди детских препаратов, которые легче дозируются на такого размера животное. Поэтому для кошек чем меньше уколов, тем, собственно, лучше. Дегельминтизация. Препараты от глистов. Собственно, даются они один раз в квартал пожизненно. Для кошек, живущих дома, классическая схема считается один раз в полгода. И вот начиная с годовалого возраста мы больше не привязываемся к вакцинации. Ну, то есть мы вот даем ей таблетки раз в квартал. Если это собаки, тогда, когда подходит срок вакцинации, то вакцинация, в смысле, дегельминтизация перед вакцинацией уже не требуется. Соответственно, определяемся с дозировкой всегда в сторону плюс. Это касается и препаратов от блох и клещей, и препаратов от глистов. Компания Bayer, по-моему, некоторое время назад привела интересные исследования. Они проводили опрос, большой массовый в Европе и в России. И каждого, кто заходит в магазин, владельцев, они спрашивали, собственно, какой препарат вы покупаете и от чего он. И, собственно, при таком широком ассортименте выбора, собственно, владельцы никак не могут ориентироваться во всех этих препаратах. И, как правило, то есть, глядя там на упаковку препаратов от гельминтов, он был чуть-чуть от гельминтов, немножко от клещей, совсем мало от блох, но в целом это то, зачем он пришел сюда. И они как раз тогда выпустили линейку, где прямо на коробке написано, что что-то от блох, что-то от клещей, что-то от глистов. Для лучшего понимания. И, собственно, ну, как бы нужно понимать, что это целый комплекс ухода за животным, то есть мы даем таблетки от глистов, при этом мы не должны забыть о клещах и блохах, потому что, если у него есть блохи, то у него точно будут глисты, потому что заражение происходит при заглатывании блох, и блохи не живут на животном. И, в общем, мне всегда так жалко дерматологов, мне кажется, это самое грустное направление в ветеринарии, потому что люди, которые объясняют, что у вашей собаки есть блохи, она живет у вас дома, и вы не верите доктору. И вот пока этот доктор победит вашу веру в то, что у вашей собаки или кошки все-таки есть блохи, почему? Потому что они действительно не паразитируют, то есть если это не какая-то деревенская собака или уличная собака, на которой мне просто кишмя кишат уже в таком количестве, то блоха просто питается и, в общем, скачет дальше по своим делам. Чаще всего в какие-то подъездно-подвальные помещения. А у животных развивается а, аллергия на слюну плохие, потому что они обрабатывают, собственно, место вкола, хоботка, собственно, с слюной. И второе – это собака или кошка при вычесывании закладывает блохой, таким образом заражается, собственно, одним из немногих общих для человека и животных заболеваниями – огуречным цепнем. И, ну, как бы, соответственно, это все к чему? К тому, что нужно обрабатывать, не забывать и от них тоже. Здесь все очень вариабельно, зависит от препарата, потому что есть ошейники, которые действуют полгода, есть, там, бровект, который действует в течение трех месяцев, есть нексгард, который действует раз, в смысле, на месяц, есть отечественные препараты, есть зарубежные препараты. И, наверное, проще всего, если вы определились там с выбором наиболее эффективного препарата, то составить для себя некоторую таблицу, когда вы даете что-то от глистов, когда вы навешаете ошейник, потому что клещей, например, сейчас уже полным-полно, и обработать, по сути, от клещей нужно было в конце февраля, так, чтобы собака была защищена. От блох мы обрабатываем круглогодично. И, собственно, есть какие-то распространенные болезни, про которые чаще всего знают владельцы. Страшное слово пероплазмоз. Собственно, болезнь, передающаяся с клещами, научное его название, бобезиоз. Ну, вернее, не научное, а правильное, потому что поменялась номенклатура. И, к сожалению, бобезиоз тоже мутирует, у нас появляются новые виды. И если раньше мы знали про пероплазмоз, когда это внезапное ухудшение состояния высокой температуры и черная моча, то сейчас это гораздо более широкий диапазон клинических признаков. И зачастую поставить диагноз можно не по мазку крови, а только по анализу ПЦР-диагностики. Но помимо того, что мы знаем, есть еще некоторое количество болезней, которые официально пока считаются отсутствующими в нашем регионе. То есть при этом про бобезиоз я вам рассказала. Это тот же самый пероплазмоз. Есть еще болезнь Лайма. Заболевание хроническое. Можно сказать, не лечится. Тогда, когда мы узнаем о его наличии у собаки, боррелия, то есть это бактерия, которая вызывает данное заболевание, уже настолько надежно интегрирована в организм, что, по сути, победить ее невозможно. Он вызывает ортопедические заболевания, изменение суставов, хронические циститы. У меня есть ряд пациентов, когда диагноз был поставлен человеку, и они пришли проверять собаку, поскольку места обитания у них одни и те же. И клещи, которые могли их покусать, тоже одни и те же. Официально у нас этого заболевания нет. То есть, собственно, медики на сегодняшний день не признают того, что уже в московском регионе, во всяком случае, есть клещи, которые являются переносчиками данной болезни. И еще одна штука – дирофилириоз. Здесь все еще печальнее, потому что заболевание передается комаром. Заболевание опасно для человека. Оно бывает в двух формах. Это легочная форма и кожная. Для человека опасна кожная форма. Это тема моей, фактически, диссертации. Собственно, я давно уже этим занимаюсь. И ко мне обращались люди, которые не очень понимали вообще, куда им деваться. То есть, позвонила женщина, которая сказала, что она собиралась ехать в командировку на поезде. Собственно, на перроне почувствовала, что у нее как-то зудит сосудик в глазу. Ну, зудит и зудит. Собственно, села в поезд, она говорит, еду, и понимая, что сосудик начал двигаться. То есть, он как бы сместился в пространстве. Естественно, ее это беспокоит. Она обратилась к терапевту. Терапевт ее отправил к аллергологу. Аллерголог ее отправил к дерматологу. Дерматолог ее отправил к паразитологу. К этому моменту она уже прошерстила интернет и узнала про дерфилириоз. Пришла с этим, значит, собственно, доказывать врачам, что хотелось бы исключить и эту патологию тоже. Ее отправили в Минститут терапических болезней. Гельмин при этом живет своей жизнью. Ну, то есть, собственно, пока он копошился, у нее было воспаление, покраснение в этой области, ну, то есть, отек, какие-то видимые клинические признаки. К моменту, когда она дошла до каких-то врачей, эти клинические признаки пропадают, ну, и сидит женщина, внешне совершенно нормально, начинает рассказывать, как кто-то копошится у нее в глазу. К моменту, когда она дошла до терапических болезней, собственно, ей сказали, что есть целый там набор вообще глистов, которые могли бы быть у человека, но они могли бы у нее быть, если бы она ездила в такие-то страны. Поскольку она в них не ездила, значит, это все исключено, значит, ей нужно вернуться к терапевту, возможно, проблема какая-то более простая. Вернувшись к терапевту, он посоветовал ей обратиться к психологу. Собственно, ну, на тот момент она нашла хирурга, ну, в смысле, в частной клинике. В результате ей удалили этого гельминта, но пришлось провести то ли две, то ли три операции. Дело в том, что гельминт небольшого размера, ну, как небольшого, он у человека вырастает до 4-7 сантиметров, то есть, в общем, 7 сантиметров ползающих под кожей, в общем, мало приятного. И он тонкий и маленький, сливается абсолютно с подкожной клетчаткой, и если он недостаточно близко подполз к поверхности кожи, то при разрезе его можно просто не найти. Ну, вот таким образом, как минимум, один раз ее точно разрезали и не нашли, но в результате удалили, и все хорошо закончилось. То есть у людей, у дирофиляри, как правило, излюбленные места – это область глаза, заглазничного пространства, висков, затылочные области, области молочных желез у женщин, мошонки у мужчин, то есть, собственно, те места, которые богаты подкожной клетчаткой, где они могут совершенно комфортно располагаться. Передается заболевание комаром. От собаки или кошки заразиться невозможно. Кошка, вернее, практически никогда не болеет. У них свои отношения с дирофиляриями. От собаки заразиться невозможно, даже, собственно, если ее съесть. Заболевание можно заполучить только с помощью комара. Причем собаку вы можете защитить на 100%. Человека можно защитить только репеллентами. Как действуют репелленты, вы сами знаете. Можно брызгать, можно зажигать, можно рассеивать. Результат примерно одинаковый. У собак есть еще вторая форма, гораздо более тяжелая, легочная, когда гельминт поселяется в легких, в сосудах. И там он достигает как раз своих нормальных размеров. До 30 см вырастают самки, до 17-20 см. Это разнополые гельминты, живородящие. То есть в кровь они как раз отрождают тех самых личинок, которые заглатываются комарами и переносятся, в общем-то, дальше. Поэтому и от этого тоже нужно защищать и профилактировать наших питомцев. Многие из препаратов на сегодняшний день уже содержат компоненты, которые действуют на дирофилярии, то есть и в ряде антигельминтных препаратов и противоклещевых они уже есть. Кастрация и стерилизация проводятся в возрасте от 6 до 12 месяцев. Является по статистике профилактикой рака молочной железы и репродуктивных органов. И еще существует химическая кастрация. Хотела бы на этом остановиться и, собственно, сказать, что так делать не надо. Потому что химическая кастрация это временное решение. Она используется только для породистых, применяемых в разведении животных. По ряду причин. Например, если есть какая-то проблема, ее на текущий момент лечат, а дальше планируют использовать животное в разведении. То есть в любых других случаях это просто а отсрочка во времени, а б это еще и, в общем-то, такая надежная попытка угробить печень. Диспансеризация. Для животных перед покупкой, взятием из приюта или питомника, она крайне важна. Потому что очень часто, особенно кошек, можно взять с целым набором заболеваний. Так называемые хронические кошачьи вирусные болезни. Это лейкоз и лейкоз фипоиммунодефицит. Собственно, иммунодефицит это тот же спид, только кошачий. Совершенно не опасный для человека, но опасный для других кошек, которые могут находиться где-то вблизи или рядом. Лейкоз то же самое. То есть рано или поздно он преобразуется в онкологическую форму. Это вопрос времени. Эти животные могут содержаться дома. Их можно взять осознанно, зная об этом заболевании и понимать, что они должны быть обеспечены определенными условиями. То есть они не должны испытывать стресс, они должны жить в хороших, комфортных условиях. Но это потенциально животные, которые проживут значимо меньше того, на что вы рассчитываете. И важно это знать до того, как вы его приобретете. Один раз в год после пятилетнего рубежа для кошек обязательно исследование мочи и биохимии крови хотя бы по минимальному спектру показателей. То есть это несложно и недорого, но зато вы на очень ранней стадии сможете выявить изменения в состоянии почек, потому что почка один из немногих, если не сказать, единственных органов, которые сначала умирают, а потом об этом всех извещают. То есть тогда, когда появляются клинические признаки почечной недостаточности, как правило, 70% почки уже не функционируют. Одинаково что для людей, что для животных. Скрининговое исследование сердца для ряда пород и кошек и собак в раннем возрасте, такие как доберманы, боксеры, все собаки гигантских пород, ну то есть доги, ирландские волкодавы, сенбернары, к сожалению, британские кошки и шотландские кошки, это, в общем, на текущий момент генетическая энциклопедия просто заболеваний. И в первую очередь это заболевание сердца, у них развивается так называемое ГКМП. И если мы хотим провести скрининговое исследование, то нужно запомнить, что для кошек не информативно ЭКГ. Ну то есть если вам в клинике предлагают ЭКГ, то для кошки это, в общем, абсолютно никакого значения не имеет. Потому что та птология, которая у них развивается, ее можно увидеть только на УЗИ. Дело в том, что сердечная мышца начинает увеличиваться вовнутрь, таким образом уменьшая объем сердца, ну и сердце, соответственно, в какой-то момент жизни не сможет полноценно сокращаться. Об этом нужно знать с самого раннего возраста. И, собственно, если это устанавливается, то доктор вам расскажет, как за этим следить и что с этим делать в дальнейшем. Скрининговые ортопедические тесты для ряда пород кошек и собак в раннем возрасте для очень... Ну, то есть, есть, собственно, британские и шотландские кошки среди кошек, а есть лабрадоры и йоркширские терьеры среди собак. В общем, наверное, они и начинают и венчают список генетических болезней, в том числе ортопедических. И, например, как правило, заводчики, естественно, продают вам собаку как самую в мире здоровую. Я работала в инвитро, там открылось ветеринарное направление лабораторной диагностики для животных и приходит, звонит сначала генеральный директор компании, говорит, Саша, я тут хотел проконсультироваться по ветеринарному вопросу, можно? Конечно, можно, приходите. Он приходит, он говорит, мы купили собаку, я возьми и ляпни, надеюсь, не лабрадора. Он говорит, лабрадора. Я говорю, не обращайте внимания, это там какие-то в общем профессиональные издержки. А что, как? Он говорит, ну, вот просто хотел там как, чем кормить, что акцинировать. Ну, я думаю, значит, хотя бы без проблем. Я говорю, ну, давайте приезжайте в клинику, наверное, посмотрим, потому что, ну, по телефону, ну, все равно, да, собаку первый раз хотя бы надо посмотреть. Я говорю, а сколько вам там? Три-четыре месяца. Он говорит, пять с половиной. Я говорю, а что так? Пять с половиной месяцев собачку покупаем? Он говорит, я говорю, как бы это, Сергей Иванович, я могу даже историю рассказать. Вы наверняка приехали с детьми, а у него четверть детей. Вы наверняка приехали с детьми покупать собачку, вам навстречу выбежал задорный веселый щенок, конечно же, он понравился детям, и, конечно же, его они выбрали для покупки. Ну, примерно так и было. При этом Сергей Амбросов глядя-бегает, вы понимаете, то есть вам, скорее всего, потенциально, ну, как бы продали больную собаку. Я говорю, Саша, я 20 лет в бизнесе, и это честнейшие люди. Добро пожаловать в ветеринарию. Собственно, привезя собаку в клинику, ну, они вот только выходят из машины, и стало понятно, что она хромает. Дело в том, что, ну, как бы в 5 с половиной уже поздно. Если бы мы смогли сделать ерентгеновский снимок в 4 месяца, то есть почти косметическая операция, которая позволяет в дальнейшем собаке прожить совершенно полноценную, нормальную жизнь с ужасной патологией дисплазии от забедренных суставов. Очень сложно убедить владельца провести это исследование, поскольку оно проводится под анестезией, а все страшно боятся наркоза. Для всех это какая-то катастрофическая штука. И б, ну, в общем-то, объективно здоровому щенку, ну, представьте себе щенка в 4 месяца, лабрадор, плюшевый медвежонок, который весел, счастлив, скачет и, в общем, никаких признаков недомогания не подает. И, ну, как-то убедить в этот момент владельца все-таки приехать и сделать ему операцию, заплатить за это, в общем-то, еще немало денег довольно сложно. Собственно, с собакой Сергея как бы все было не так здорово. В результате это закончилось четырьмя ортопедическими операциями. После первой такой полноценной диагностики, собственно, мы долго с ним беседовали, я говорю, ну, как бы, вы, в принципе, совершенно вправе, мы вам дадим официальное заключение, совершенно вправе вернуть собаку, ну, потому что она как бы больная насквозь, это понятный установленный диагноз, явные изменения на рентгеновских снимках, ну, что, слава богу, Сережа сказал, что, как бы, ну, таких же тоже должен кто-то любить. Ну, сейчас, во всяком случае, это собака, которая ходит, за ней ухаживает, но, тем не менее, этих проблем, правда, много. То же самое случается с йоркширскими интерьерами, особенно, когда их дарят. Ну, то есть, когда подарили маленького чудесного щенка, и у собак и у кошек происходит, ну, то есть, обычно, когда покупают? Покупают в 2-4 месяца. Это маленькие чудесные штучки, которые очень легкие, ну, то есть, они еще не набрали основную массу, они, правда, очень легкие. Дальше у них происходит резкий скачок в росте, и буквально за 2-3 месяца они приобретают почти взрослую форму. И как раз в этот момент и вылазят все ортопедические проблемы. И, собственно, когда обращаются с собачкой, которую подарили, а им озвучивают, что им примерно там, я не знаю, пару тысяч долларов нужно сейчас потратить на первичное лечение, ну, в общем, реакции у людей бывают совершенно разные. Поэтому лучше все знать заранее, и ряд вещей можно профилактировать. Возвращаемся к базовым потребностям. Собственно, мы обязаны предоставить свободу передвижения и обеспечить животное играми, причем это касается и кошек, и собак. Естественно, выбирая игрушки, мы должны ориентироваться на то, чтобы собаки их не проглатывали, как собаки, так и кошки. Если про собак знают все, то про кошек очень часто не думают. Это животные, которых, мне кажется, оперируют еще чаще, чем собак, потому что они большие любители играть с маленькими предметами, пенициллиновыми пробками, колпачками из-под ручек, которые очень часто заглатывают. У кошки есть еще одна особенность. Есть весенний кошкопад, когда открываются окна, когда наступает какое-то первое ощутимое тепло. И, собственно, все, конечно, знают про сетки, все знают про то, что так делать нельзя, но мой кот туда не ходит. Ходят все. Еще нужно знать о том, что вороны, скотские животные выманивают кошек целенаправленно. Они их дразнят, целенаправленно выманивают. Кошки могут сами прыгать за птичками в окошки. Кошки могут полезть туда просто потому, что они очень любопытны. Для них опасны как отсутствие сеток с открытыми окнами, так и приоткрытые окна, когда они могут повисать не до конца открытым окном. В этом случае развивается турникетный шок, и животные очень часто погибают, провисев 2-3 часа, но условно если вы ушли на работу, пришли вечером, как правило, спасти уже не удается. То же самое касается и игрушек, то есть в смысле есть весенняя проблема, а есть зимняя проблема, когда это череда новогодних праздников, и это самое горячее время в ветеринарных клиниках, потому что все новогодние праздники мы лечим животных, которые проглотили дождики, которые съели игрушки новогодние, которые схватили петарду, которая разорвалась у них во рту, которые объелись, отравились, съели полновогоднего стола, пока все благополучно уснули поутру, и собственно у кошек есть одна особенность, у них ворсинки на языке, кто у кого есть кошки, те прекрасно об этом знают, они острые, длинные, мерзкие, когда они пытаются вас долго и мрачно вылизывать, собственно, если что-то за них цепляется, то кошка не способна выплюнуть ничего, и в попытке выплюнуть, она только дальше и дальше заглатывает, поэтому любой мягкий линейный предмет, в общем-то, попав в ротовую полость кошки окажется у нее в желудке, поэтому мы оперируем кошек, у которых на корень языка наматывается нитка, на эту нитку насбаривается весь кишечник, и, собственно, в общем, тоже не всегда получается, тут при своевременном выявлении, конечно, это всегда благополучные сходы, но если, к сожалению, затянулись диагностикой, то бывает и печальный, поэтому игрушки для животных должны быть, собственно, те, которые не могут повредить им в здоровье, те, которые они не могут проглотить, есть сейчас уже современный маркетинг предоставляет нам такой гигантский выбор, в том числе есть электронные игрушки, которые сами ездят, сами светятся, и, собственно, можно там запульнуть кошки, и кошка там радостно с ним носится. Как и во всем остальном, должна быть регулярность, и, собственно, особенно это касается животных после кастрации, потому что принято считать, что они должны ожиреть, стать неподвижными, у них поменяется характер, и все станет плохо. В общем, связано это, наверное, только с тем, что у кошек, и у собак, у кошек действительно появляется склонность к полноте, и замедляются обменные процессы. Здесь, в общем-то, рулить только вам, потому что ни одна кошка и ни одна собака, ну, наверное, ни одна, на это я погорячилась, ну, в целом, они сами себе еду не накладывают, у меня просто была организованная группировка «Собака-кота привела домой», ну, то есть, при этом, это черный терьер, который на улице подружился с каким-то дворовым рыжим котом. При этом, видимо, как-то он там ему объяснил, что ты там приходи к нам, мы тебя возьмем жить. Кот приходил, сидел под дверью, царапал постоянную дверь. Ну, как бы, постоянные пациенты, я уже знаю их там, не знаю, наверное, лет 25. Собственно, Марина говорит, я открываю дверь, сидит кот бездомный. Ну, как бы, я все понимаю, но у меня большая собака, как бы, я взяла кота, вынесла, значит, опять к подъезду. Пока она поднялась на лифте, кот опять сидит возле дверей. Так продолжалось несколько дней, в какой-то момент она с этим смирилась, забрала кота. Что они делали? Кот залазил на дверцу холодильника наверх, аккуратно вот так вот лапой ее открывал, собственно, внизу стояла собака, которая выгребала все вниз, вместе над двоих, они прекрасно ели, вот, ну, то есть, и у них дома в буквальном смысле появились замки на холодильник, ну, причем, как бы, вот прям замки, которые вот от детей вешают такие, которые защелкиваются. Поэтому не всех животных касается, что они не сами себе забывают еду в рамках дома, но тем не менее, да, контролировать объем потребляемой пищи есть возможность. И самое главное контролировать активность. Причем, например, особенно для кошек, но если собака хоть худо-бедно гуляет, то кошка должна двигаться дома и двигаться сама. Они сами тоже устраивают себе скачки прекрасные, вот эти вот тегадыч по вечерам, собственно, обязательный тегадыч либо до, либо после туалета, ну, в объеме времени это достаточно мало, то есть, ну, они должны играть больше. Для этого, если совсем лень, можно играть с ними лазерной указкой, можно удочками, можно специальными игрушками, с которыми они могут играть сами, но это должно быть в обязательном порядке. Это обеспечивает, в первую очередь, здоровье и нормальное поведение. Есть еще такая потребность, как свобода видотипичного поведения, то есть жевать, рыть, царапать и так далее. Это нормальная потребность животного и она должна быть. И, собственно, в ней есть потребность и эту потребность надо удовлетворять. Не в формате этой картинки. И, собственно, она может прогрессировать или усиливаться или увеличиваться тогда, когда есть еще какие-то дополнительные стресс-факторы. Но в целом кошка будет царапать всегда. Поэтому для того, чтобы он не испортил кожный диван и не пришлось ехать в клинику и говорить или отрежьте ему когти или мы ее усыпим, нужно обеспечить цель именно диван повредить у кошки не стоит вообще. Ей точно совершенно достаточно когтеточки. Иногда эту когтеточку нужно подобрать. Бывает из лубяного волокна, бывает какая-то шероховатая, бывает из чего-то еще. Но важно еще учитывать две вещи. Кошка царапает и пользуется этой когтеточкой либо в месте, где она спит или рядом с этим местом. Почему диван? Потому что, как правило, они где-то рядом спят, просыпаясь, они подтягиваются и дальше начинают точить когти. И вторая точка это место возле входа. Таким образом они метят территорию. Они метят территорию путем таких в смысле своих царапок. Они метят территорию выбросами секретом усов, которые у них есть. Когда они трутся об вас, они тоже вас метят. Потому что вы это их частная собственность. И если вы ставите эти когтеточки где-то в тех местах, где кошке удобно, у нас тоже были владельцы, которые говорили, стоит огромная когтеточка, огромная, я вообще не понимаю, что ей надо, весь диван исцарапал. Как выяснилось, когтеточка стоит в квартире две двери, вторая постоянно открыта, и за этой дверью стоит когтеточка. Ну то есть кошке нужно вообще там подвиг совершить, чтобы до нее добраться. И собственно это всегда решает проблему, что касается собак. Ну как бы это мы придумали, что веревочки, косточки, там шарики и все остальное, это игрушка, которая должна понравиться собаке. Она вполне имеет право полюбить тапочки, там, я не знаю, куртку или что-то еще. Поэтому в этом случае, если все-таки так сложилось и замены не происходят на обычные игрушки, то можно даже купить в секонд-хенде куртку или тапочки, и это будут те самые, которые собаке можно грызть. Как правило, эта проблема тоже достаточно легко решается, просто нужно подобрать адекватную замену. Ну и такие вещи, как укрытие, домик, лежанка или свое место, в котором собака или кошка может просто быть, ее никто не трогает, потому что в среднем у кошек небольшая, в смысле, у них высокая потребность во взаимодействии, повторюсь, это очень социальные животные, они, как правило, всегда живут в семьях, в каких-то, причем не обязательно родственных, они могут выкармливать, там где-то, обитая где-то в диких местах, они могут выкармливать вообще там не своих котят, например, но дома потребность у кошки в том, чтобы, например, некоторые владельцы могут жаловаться на то, что там пришла кошка, вы начинаете ее там активно наглаживать, потому что, ой, аллилуйя, она пришла, вот наконец мы сейчас с ней подружимся, а кошка начинает кусаться. Почему это происходит? Потому что это как раз гиперактивная опека, то есть она могла прийти просто посидеть, в общем не за тем, чтобы вы ее гладили и даже тогда, когда она приходит за тем, чтобы ее погладили, к сожалению, это не касается моего кота, который залюбит до смерти, по-моему, всех, обычно это где-то несколько минут, когда это действительно удовлетворяет потребности кошки. В остальное время не должно быть место, где она может побыть сама, сам, сама, как кошка, так и собака. И, собственно, соблюдение социальных иерархий. Очень часто люди считают, что ему грустно, поэтому заведу-ка я ему друга. Приводят ему друга, а дружба что-то не складывается. Потом они приходят к врачу и говорят, как их подружить? Они как? Ну, то есть, собственно, у них внутри своих природных взаимодействий это всегда иерархия. То есть есть кто-то, кто с кем-то взаимодействует, есть кто-то, кто с кем не взаимодействует. Как правило, если они живут на одной территории, они все равно друг к другу притрутся. То есть, либо это будет вражда навеки, каждый занимает свою территорию, заходить на противоположную нельзя, либо они как-то там смирятся, сдружатся. Как правило, естественно, чем меньше они, тем выше вероятность, как правило, всегда они, вырастая вместе, прекрасно взаимодействуют. Ну, как бы, и вариант, когда есть уже взрослые животные приносят котенка, это в любом случае будет подавление того, кто меньше. И, собственно, как раз, если это двое животных в достаточно позволительной площади, скажем, в рамках одной-двухкомнатной квартиры, это еще куда не шло. Когда их становится, например, пять, то в том числе это может быть связано с каким-то проблемами с поведением. То есть, это может быть нечистоплотное поведение, просто потому, что есть подавляемые особи, которые просто не могут пройти к туалету. И в этом случае, если мы говорим про кошек, то есть золотое правило на каждую кошку по одному лотку. Если они совсем все дружат, и они одна единая семья, они при этом, правда, могут ходить все в один лоток, но чаще всего это все-таки для каждой кошки отдельный лоток. Как я уже говорила, то есть, это идиопатический цистит у кошек, ну и драки, и столкновения на территории, за которую борются. Лежанки, еда, вода, туалет и хозяин. И как раз в этом случае чаще всего бывают эти истории с разодранной одеждой, с изжеванной обувью, с описанными кроватями. Животные и дети. Собственно, работая в цирке, путешествуя с ним по Японии в течение двух лет, я ездила в качестве ветеринарного врача, каждый раз покрывалась просто холодным потом, когда медведи выводили на фотографию. Категорически противник подобных мероприятий, и хочу сказать, что дикие животные навсегда остаются дикими, и, собственно, нет никаких гарантий, что его там замкнет, перемкнет, поэтому я точно совершенно против содержания животных в цирках, уж тем более фотографирований с ними, потому что и кошачьи, и медведи, медведи вообще животные, которые невозможно зафиксировать. Ну, то есть, вот этот какой-то намордник на нем или какой-то поводок в общем медведю совершенно не является никаким ограничением, поскольку основной механизм убийства у него когти. то есть, собственно, и полоснув один раз когтями, он может, в общем, четвертовать человека. Что касается, собственно, ну, есть какие-то распространенные мифы, а есть какие-то реальные вещи. Собственно, вопрос, конечно, кто для кого опаснее, потому что говорят, что там с маленькими детьми лучше уживаются кошки. Это правда. Могу сказать это на собственном пути. У меня есть кошка, у меня есть маленькая собака, у меня есть маленький ребенок. Собственно, скоро мы станем счастливыми обладателями второго ребенка, и мне кажется, что собака с кошкой соберут котомки и уйдут. Потому что почему кошка уживается лучше? Просто потому, что она может дальше прыгнуть. Собственно, собаке избавиться от ребенка достаточно сложно. С детьми повзрослее считается, что лучше взаимодействовать с собаке. Дело не в собаках, дело в том, что у человеческих детенышек появляется больше головного мозга. Они адекватнее реагируют на просьбы, они становятся более чуткими. Они проходят в своем периоде роста и развития, вот эти вот периоды агрессии, неконтролируемого поведения, желание сделать больно и посмотреть на реакцию. И никак не связано это с наличием либо кошки, либо собаки, либо морской свинки. Маленькие собаки ненавидят детей. О, да! То есть, дело в том, что для маленькой собаки это какое-то чудовище. Просто это чудовище растет, развивается и начинает обладать какими-то навыками. Поэтому это просто панический страх, как правило. агрессия, это агрессия защитная, потому что никаких других способов у собаки защититься нет. И как раз здесь крайне важно наличие какого-то места, где собака или кошка могут укрыться, в том числе от ребенка. А значит ли это, что сначала завести ребенка, а потом маленькую собаку? Если есть такая возможность, однозначно да. Как говорю вам, как владелец маленькой собаки и маленького ребенка. Просто потому, что ограничить ребенка вы не сможете, для него это объект познания мира. Он все равно будет лезть. И я могу сказать, что у меня собака бросается на ребенка, кусает его, то есть его хватает два раза всплакнуть, развернуться и пойти ее снова донимать. Ну то есть ему как бы интересен этот процесс. Ну то есть я понимаю, что он это делает не с целью поиздеваться над собакой, а ему интересно, что вот на это она рычит, вот от этого она убегает. Он обнаружил, что если подойти к коту и сделать так на уровне ультразвука, то кот просто прижимается к полу и по-пластунски начинает убегать. Ему весело, он бегает за ним и орет ему в ухо. Ну то есть и у кота, собственно, есть возможность укрыться там за батареей, докуда он просто не достает, поэтому они как-то еще могут уживаться. Но при этом, ну то есть ничего не могу сказать, кот при этом там может прийти и лечь с ним спать. Подозреваю, что потому, что там тепло, ну тем не менее, да, он как-то не избегает. Собака его ненавидит просто люто. Собственно, от то, что от животных можно заразиться глистами, лишаем, а прочими радостями, да, то есть, ну как бы в период беременности всех кошмарит только с плазмозами. Собственно, проводят исследования на уровень антител. Чтобы заразиться, ну как бы просто для информации, заразиться таксоплазмозом, надо постараться. Ну то есть, собственно, во-первых, кошка опасна один раз в жизни. Она может всю жизнь болеть только с плазмозом, но опасна она один раз в жизни, то есть в начале болезни, когда она активно выделяет ооцист, собственно, наружу скалом. Мало того, что это каловые массы, они еще, ну то есть, для того, чтобы заразиться, их нужно съесть. Прежде чем их съесть, их нужно продержать в течение трех дней при комнатной температуре. Ну то есть, как бы для надежности лучше сделать это два или три раза. Поэтому сказать, что вот легко и просто можно заразиться таксоплазмозом, это не так. В принципе, заразиться от животных довольно проблематично, хочу вам сказать. что касается глистов, я уже говорила про огуречного цепня, это общее заболевание для человека и животных. Собственно, лечится, слава богу, и у тех, и у других превосходно. Основной профилактикой является частота рук не вылизывание попы у животных. Поэтому этим, конечно, грешат дети, собственно, которым интересно все, и в общем, они лезут во все места, и следом за этим они лезут в рот, и поэтому, да, для них это может быть опасно. То же самое касается токсокороза, которым домашние собаки, ну, то есть, как бы, как сказать, домашняя собака, которую вы регулярно деграматизируете и обрабатываете от блох и клещей, не способна заразиться самой и, соответственно, заразить окружающих. То есть, если это бездомные животные или там с нерегулярными обработками, то это еще и токсокороз, потому что дети подвержены заболеваниям висцеральной формы, к сожалению, она фактически не лечится, довольно тяжело протекает, и этим, да, можно заразиться. Лишаем. Лишаем можно заразиться от собаки или кошки только при наличии генерализованной формы. Тяжелое заболевание, сложно излечимое, ну, то есть, это когда вся собака или вся кошка покрыта лишаем, в этом случае можно заразиться и болеют действительно, как правило, либо дети, либо пожилые люди, просто потому, что у них значимо снижен иммунитет. Животные вызывают аллергию. Животные вызывают аллергию, как любой другой аллерген, и, наверное, с большей вероятностью аллергию вызовет домашний пылевой клещ, собственно, чем собака, да, вот, в каком-то классическом ее проявлении. Если это происходит, ну, животных, которые, у которых человеческий волос, у которых, которые лысые, собственно, никакого отношения к отсутствию аллергии не имеют. Не бывает животных с человеческими волосами, собственно, вообще, как бы, ну, вообще волос здесь ни при чем, потому что аллергия вырабатывается на секрет фолликулы волосяной луковицы, и фолликулы жировых и потовых желез. Ну, то есть, вот на это вырабатывается аллергия. Поэтому лысая кошка или собака с человеческими волосами или с какими-то еще, аллергия все равно может быть. Да, если ребенок аллергик, конечно, здесь, ну, прям нужно очень сильно поискать, какое животное заводить. У нас, например, кто-то из гистологов в результате завели хорька. Животные ветеринарной клиники. Это, конечно, отдельная история, собственно, и, в общем, здесь только одно слово подходит, животные ветеринарной клиники боятся. Ужасно боятся, поэтому они могут вести себя агрессивно, они могут вести себя там, прячась и убегая, и, ну, то есть, собственно, как владелец собаки или кошки, вы точно совершенно можете требовать определенного отношения, которое, ну, вообще, по-хорошему, должно оказываться в любой ветеринарной клинике, потому что есть ряд вещей, которые точно позволяют это профилактировать. Существует язык тела у животных, ну, то есть, когда мы понимаем, что это страх и стресс, как правило, это желание увеличить дистанцию, то есть, животные отходят от вас на максимальное расстояние, это, например, яркий, вообще яркий пример посещения ветеринарной клиники и взаимодействия врача и животного. Они, как правило, держатся друг от друга на максимальном расстоянии. Они начинают лихорадочно облизываться очень часто, это тоже признак волнения и страха. Они избегают визуального контакта, то есть, они прячут голову, прячут глаза, пытаются куда-то залезть в какое-то там маленькое темное место, особенно характерно для маленьких собак, они отбегают в сторону и поднимают лапу. Они могут так делать на улице, они могут так делать при большом скоплении людей и в 95% случаев делать так в клинике, это тоже страх. Медленные движения, особенно, если кто-то был счастливым посетителем ветеринарной клиники с кошкой, а страшнее кошки-зверя нет, обычно, к сожалению, это происходит так, то есть, принесли переноску с кошкой, пытаются открыть дверцу, кошка начинает шипеть, дальше происходит следующее, нужно собрать человек 5, завалить несчастную кошку на стол, ну, то есть, ее фиксируют 4 человека, кошка, конечно, в общем-то, хорошо, что не умирает просто в этот момент, и проводятся с ней какие-то манипуляции. И, собственно, вот если она как-то умудряется вырваться от своих мучителей, то она занимает, как правило, оборонительную позу, и все ее движения происходят медленно-медленно, то есть, прямо вот как в замедленной съемке, но, собственно, делает она это по одной простой причине, она пытается контролировать всю ситуацию, вот, ну, как бы в самом широком диапазоне своего зрения. У собак примерно то же самое, это всегда поза с выгнутой спиной, это дрожь, ну, собственно, в клиниках обычно их не то, что там они дрожат, их потрясывает, они от пола могут отпрыгивать, настолько сильно дрожат. Это поджатый хвост и суетливость. Еще, как правило, к врачу часто приходят с большими собаками, собака вот так ложится на полу в кабинете, и владелец говорит, «Ой, доктор, знаете, как она вам рада?» Собственно, вот как бы собака, которая как бы рада, и вот собака, которая рада, ну, то есть, которая хорошо, комфортна, она совершенно спокойна, да, то есть, с левой стороны это точно совершенно поза подчинения, из которой собака очень легко может перейти в агрессию. И собака, и кошка всегда предупреждают о своем нападении. Ну, то есть, никогда ни собака, ни кошка никого не кусает, ни на кого не бросается, если об этом не предупредила. Отличием в мире животных является только одно. Животное – это медведь как раз, который без вообще там даже тени, эмоций и каких-то телодвижений внезапно нападает всегда, поэтому особенно опасно с ними фотографироваться. Собственно, животные, как правило, они долгое время пытаются избежать какого-то прямого контакта и прямой агрессии, но тем не менее собаку можно вынудить, если не очень правильно себя вести по отношению к ней. И есть, в том числе в моей практике доктор, работавший в нашей клинике, вела прием и, собственно, просто отстала, как бы резко подошла к собаке и наклонилась с этим, с офтальмоскопом к морде. Для собаки нависания сверху, прямой контакт глаза в глаза, резкие движения, это угроза. Она бросилась в лицо, порвала щеку, собственно, доктору, владельцу оплачивали пластическую операцию, в общем, как-то все обошлось, но приятного мало. Кошки, которых приносят в клинику без переноски, не наклоняйтесь близко лицом к кошке в попытке ее успокоить, несмотря на то, что это ваша кошка, вы ее знаете, она живет с вами дома много лет, а в клинике она находится в глубочайшем стрессе. То есть, собственно, у кошек так это падает занавес, и, собственно, они в какой-то момент могут становиться совершенно невменяемыми. тоже не очень приятный случай, и, собственно, женщина ходила с кошкой всегда без переноски, говоря, что я знаю, как с ней обращаться, она меня слушает, вообще все отлично. И, собственно, они уже вышли с приема, она держит ее на руках, оплачивает чек, и доктору нужно было занести направление на анализы, на которых поставили печати. Они возвращаются в кабинет, кошка пугается и пытается убежать. Ну, то есть, она как пытается, она сидит на ней, ну, как бы, женщина ее держит. Она начинает ползти по ней и всеми четырьмя конечностями, собственно, со всеми когтями сдирает, в общем, ну, то есть, было ужасно, потому что, в большинстве смысле, это все закончилось с клифом, не знаю, как там дальше развивалась история, но, собственно, по сути, глупость, да, то есть, кошка должна быть в переноске, потому что ей, как минимум, там комфортно, она чувствует себя более защищенной. Есть определенные требования к врачу, доктор не должен делать резких движений, и вы совершенно вправе, в том числе, требовать, ну, то есть, как бы, нет никакой потребности, ну, то есть, собственно, вы заходите в кабинет, резко бросаться к переноске или к собаке, там, срочно класть ее на стол, ну, то есть, любому животному нужно дать возможность хоть сколько-то адаптироваться, и, ну, как бы, для этого иногда достаточно пяти-десяти минут, это вполне то самое время, которое можно очень эффективно потратить на то, что вы расскажете, что происходит, как это протекало, с какими вариациями и так далее. За это время животное может адаптироваться, и переноска у кошки должна быть открыта, и собака должна иметь возможность спокойно передвигаться по кабинету. Второй момент это использование поощрений и лакомств. И как-то считается особенно среди врачей, что животные находятся в стрессе, вообще ничего не едят, и, в общем, предлагать бесполезно. Это в корне не так, примерно процентов 70 животных с удовольствием пробуют лакомства, понятно, что их должен быть какой-то ассортимент, либо вы приносите их с собой, ну, то есть, и вы сами можете поощрять как-то животное, чтобы оно чувствовало себя спокойнее. А все инструменты должны быть наготове, не надо метаться за ними по всему кабинету, собственно, не надо греметь ими в лотке, потому что и кошку, и собаку это пугает. Ну, то есть, как бы, постарайтесь представить себя, когда вы приходите с какой-то проблемой, еще не знаете, в общем, чем все это закончится, вы сидите у врача, ходит врач, который гремит какими-то страшными инструментами, то есть, ну, собственно, это всегда страшно, и человеку страшно, просто вы можете это осознавать, контролировать, животное не может, ему страшнее. Соответственно, пытаться предотвратить борьбу, бесполезно бороться с кошкой, ну, вот просто бесполезно, потому что, ну, то есть, она ее в какой-то момент просто замыкает настолько, что, ну, дальше она либо кого-то просто покалечит, либо убьется сама, да, если еще при этом это первое обращение в клинику, и не дай бог у этой кошки какая-то патология сердца, она умереть может. Если это собака с брахицефалической породой, она умереть может на приеме, просто потому, что она находится в стрессе, вы начинаете ее ломать, валить, что-то с ней делать, она просто задохнется. Как я уже сказала, не нависать, не смотреть в глаза, особенно с резкими движениями, для собаки и кошки это прямая угроза. Нескользящие коврики на столе. Если вы ходите в клинику, в которой знаете, что этих ковриков на столе не существует, ну, по одной простой причине, если до любая, маленькая, средняя, особенно крупная собака, ее пытаются взгромозить на стол, она вот так вот вытаращивает все свои когти, трясется на вот этом столе, собственно, и как-то вот, как-то доктор призывает ее при этом успокоиться и дать послушать, посмотреть и так далее. Коврики на столе, на которых собака стоит или кошка стоит уверенно, и у нее не расползаются лапы по металлу в разные стороны, безусловно, чувствуют себя комфортнее. Если вы знаете и обращаетесь в клинику, в которой этого нет, можно взять что-то с собой, хотя бы полотенце. Ну, и как я уже говорила, это возможность походить по кабинету, животное очень часто успокаивается. То есть, могу сказать, на своем опыте достаточно 5-10 минут для того, чтобы уже можно было совершенно спокойно подойти к кошке или собаке, потому что, мне кажется, врач напоминает какого-то паука, и пока вот этот паук там сидит и что-то печатает на своем компьютере, он успевает хоть как-то адаптироваться и настолько сильно не пугаться. Мне кажется, я на этом хотела завершить сегодняшнюю лекцию, ориентируясь на полтора часа. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. вы можете там понять, что же, как у вас есть в этом случае. Продолжение следует...